Вашему вниманию предлагается некоторый набор видео, посвященный развитию Санкт-Петербурга, как оно представляется, а также попытке начать создавать такое забавное социальное явление, как независимый институт развития Санкт-Петербурга. Откуда позаимствован этот термин? Он взят из опыта развития бразильского города Куритиба, настоящего от одного из самых инновационных, бурно развивающихся и, самое главное, нестандартно развивающихся городов мира. В свое время там такая группа молодых архитекторов и просто неравнодушных к развитию города людей создала некую такую организацию и потом, к своему удивлению, лидер этой организации, Жейзе Лернер, он стал мэром города и потом с перерывом, поскольку нельзя было два сока занимать подряд, он управлял этим Куритибом в течение 20-20 с лишним лет. За это время удалось сделать удивительно много. Это все инновационно, это очень эффективно, но сейчас мы постараемся заимствовать оттуда только некую предварительную идею. Идея состоит в том, что необходимо, как бы тоже людям, неравнодушным к будущей судьбе города, собраться вместе, попытаться создать что-то нечто похожее на институт независимого развития Санкт-Петербурга. Почему это требуется? Потому что мое глубокое убеждение, что время линейного, то есть экстенсивного развития Санкт-Петербурга, оно ушло в прошлое, что нужны определенного рода революционные изменения. Потому что Петербург стоит перед ценой кучей вызовов, которые носят с чрезвычайно многообразный характер. И в настоящий момент эти вызовы устроятся перед городом, но никакой реакции на них нет. Власть занимается каким-то слабым реагированием, как она и должна заниматься. То есть просто ведет себя как конфузория туфелька, автомобиль добавилось, давайте мы еще где-то дорогу отремонтируем или одну развязку построим, или что-то, или что-то. В то время как среду Санкт-Петербурга нужно качественным образом менять. Это такое мое убеждение. Сегодняшнее наше выступление будет посвящено перспективам развития общественного транспорта Санкт-Петербурга. Общественный транспорт в настоящий момент находится в совершенно дезоритмном состоянии. Все это очень прискорбно, все достаточно плохо. И что, как с ним делать, я им буду говорить, как бы его можно было улучшить. Конечно, это потребует вливания большого количества денег. Большого количества денег достаточно. Кое-что. А кое-что не потребует никакого влияния в вливание денег практически. Как бы само оно устроится. Я предлагаю отчетом сдать предстоящую Олимпиаду в Петербурге, если мы захотим ее проводить, в 20-м и 24-го года. Почему именно Олимпиаду? А по той простой причине, что, как правило, федеральные деньги у нас выделяются только под какие-то значительные проекты. Ну, там, под Олимпиаду, под Чемпионат мира или под что-либо еще. Сегодня речь идет о попытке принципиально перестроить общественный транспорт в Санкт-Петербург. Предлагается система, как бы, четырех различных областей. Первое. Предлагается на базе железной народа, находящейся в Санкт-Петербурге, создать так называемый S-BAN, который есть в Германии, или RER, который есть, например, в Париже. Это первое. Второе. Предлагается, разумеется, развивается метро. Но его все равно надо строить. Но, быть может, для той системы, которую я предлагаю, не потребуется прокапывание большого количества туннелей. Вполне возможно, его можно будет развивать такими же темпами, которые происходят сейчас. То есть темпа, конечно, позорная. Это одна станция в год, примерно. Ну, позорная темпа, конечно. Ну, для примера, что в позапрошлом году, по-моему, в Пекине было за год введено 300 километров. У нас все в метро 100. Вот так. Третья станция, третий уровень, это более низкий уровень. Это, значит, уровень БФТ, или метробаса, инновационной системы метрополитена, основанного на использовании автобусов на выделенной полосе. Об этом расскажу я подробнее. Именно это является самым знаменитым детищем Жизея Лернера. И в большом количестве городов они от системы работают. Ну, более того, в таком городе, как Каракас, население порядка 7 миллионов человек, такая система является заменой общественному, ну, просто метрополитену. И четвертая тема, самая смешная и самая забавная, я буду говорить о фрик-технологиях. То есть в областях общественного транспорта, которые не следуют функции перевозки пассажиров, а решают какие-то другие задачи. Ну, например, ретро-трамвай, который существует в большем количестве городов, в первую очередь он является ретро-трамвай символом Сан-Франциско. Он является туристическим аукционом, символом города, ни в коем случае не средством перевоза пассажиров. Вот так. У нас точно так же, например, есть датируемая на 90-95% так называемая водная такси, водный автобус, как его называют? Аквабаз. Аквабаз, да, аквабаз. Смысла в нем никакого нет, он датируется. Но он как некая такая своеобразная изюминка Санкт-Петербурга, я считаю, что устоялся. Хотя сумма, которая требуется на пунктного содержания, выглядит чрезмерной.